Мы на месте. Мы приветствуем Виталия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам в своем биополе на период сеанса? Да, готов. Доверит. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Виталия под ногами 360 градусов вокруг него. 1, 2, 3. Скэнер сканирует систем тонких тел Виталия. Находит все. У него джин в магах. Золотой. И он как в золотой оболочке тоже. Как распление какое-то вокруг него. Дальше фенидракон. Гуманоид. Гуманоид. И арахноид на голове. И арахноид на голове, перекрывающий все. Хорошо. Все знают, где они находятся. Сейчас начинается реверс энергии в процессе работы. Я буду задавать вам вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команды тонкой копии. Виталия спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Какой у нас джин, Вера? Посмотри, пожалуйста. Восемьдесят три. Одиннадцать. Хорошо. На каком основании ты находишься здесь, джин? Распыляю золотые энергии. У тебя есть право пребывания здесь? У тебя есть контракт с ним? Контракт пока не заключили. И уже не заключишь. Сколько ты находишься в этом биополе, джин золотой? Девять месяцев. Понятно. Какой у нас синий дракон, Вера? Четыре восемьдесят. Как? Три четыре восемьдесят. Тридцать четыре восемьдесят? Пропадаешь? Тридцать четыре восемьдесят. Что ты здесь делаешь, синий дракон? Изучаю, развиваюсь. Сколько ты лет развиваешься и изучаешь? Четыре почти года. Ты только наблюдаешь или ты участвуешь активно? Подпитываясь его энергиями. Ты иллюзии ему посылал? Иллюзии нет. В третьем глазе показывал картинки? Это не я. Кто? Я в сердечной чакре. Понятно. Хорошо. Переходим к гуманоиду. Откуда гуманоид? Нибиру. Нибиру. Да что ж вам дома не сидится? Я не пойму. Одни Нибиру и Ута. Сколько ты находился в биополе, гуманоид? Демь лет. Нет. У тебя есть контракт с ним? Нет. Так я смотрю, ни у кого нет контракта с ним? Хорошо. Сколько арахноид находился в этом биополе? Три года, восемь месяцев. Хорошо. Кто из вас находится в квартире, где он живет? Дракона из плата. Как у нас с реверсом, Вера? Дай команду. Повторить? Да. Хорошо. Перед тем, как я повторю команду, посмотри, есть ли какая-нибудь оболочка на нем? На нем золотая пыльца Джина и у него конструкция гуманоида. Хорошо. Скэнер, просканируй конструкцию гуманоида, отключи ее полностью, выведи ее из биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Все это выходит до 100%. Проверь на его частоте. И как все это выходит, идет в отдельную клетку. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Даю команду тонкой копии. Виталия спровоцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Получить от них, возвращается к ним. Скэнер, просканируй полноту души Виталия на настоящий момент. У меня 99%. Хорошо. 1% будет находиться в этой конструкции, я полагаю. Реверс окончился. Устанали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Виталий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Виталий себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Значит, Джин, ты усугублял у человека ситуацию с деньгами, мешая ему развиваться и жить как ему хотелось. Правильно? Об этом тебя кто-нибудь просил? Он вызывал страх в потере денег. Ты вызывал страх. И его злило, что страха не было. Потери работы, дохода. Даже не помогла золотая пыль? Как видишь. Реверс окончился. Хорошо. Мне важно было установить, есть ли контракт или нет, и кто на каком основании здесь находится. Обычно после чистки я отпускаю, если это, конечно, не касается души. Здесь только один связан с душой, и это гуманоид. Скеннер, полнота души. Виталя, просканируй. 100. Отлично. Хорошо. Все, забрали этот процентик. Идем дальше. Начинаем с арахноида. Арахноид. Выходи, вытаскивай всю свою паутину, все иголки, все, что ты оставил в его биополе. И возвращайся назад, как все снимешь. Приступай. Он все снял. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся, возвращайся назад. Приступай. У него горловая чакра и сердечная горловая чакра. Ему нравилось, как он рассуждает, как он говорит, как он руками двигает. Дракон его копировал. Понятно. Снял плату. Ну, может, он таким образом пытался развить и свои таланты, речи, правильно? Да, это его опыт. Хорошо. Идем дальше. Гомоноида мы все убрали. Дракон все убрал. Джину выходить не надо. Джин, ты можешь собрать всю свою пыль и все, что ты оставил в его биополе. Ничего не забывай. Значит, ты, Джин, в квартире никак не находишься, да? Нет ничего такого. Важно знать, не осталось ли там твоей золотой пыли. Нет, он же на пыльце все вытянул. Хорошо. И давай, чтобы эту тему сразу закончить, выстраиваться прямой канал в квартиру Виталия, где он живет. Один, два, три. И снимаем плату дракона, который находится в этой квартире. И она летит в клетку-терму, в его клетку. Да, будет так. У него две там платы. Все платы летят сюда. Две пришли. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, дракон, чтобы тебе облегчить все остальное, мы решили сразу все убрать. Тем самым избавив тебя от дальнейших, возможно, неприятных ощущений. Идем дальше. Все все убрали. Даю команду на рассинхронизацию Виталия с Джином, синим драконом и его платами, гуманоидом, арахноидом и конструкцией гуманоида. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. У него арахноид, коронная чакра была, и он ему частично перекрывал токи энергии. Это ты ему перекрывал то, что он не мог видеть в астрале? Арахноид. Третий глаз. Это конструкция. Конструкция перекрывала. Третий глаз и коронную, правильно? Коронную чакру перекрывал арахноид. А у него еще были нижние, но их нет, а они ушли с того момента, как он начал свои вибрации поднимать. Вот. Молодец. Рассинхронизация закончилась. Значит, понимает важность. Идем дальше. Перекомандую скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. А тебе, Джин, было там уютно, когда он поднимал свои энергии? Сколько у тебя герц, Джин? Ему было уютно. Он показывает, что он за ним движение повторял. Он как синхронизировался с ним. Плохо не было, Джин. Хорошо. Ему нравились эти движения. Готово. Вера, говори чуть громче, потому что я слышу только отрывки слов. Хорошо. Идем дальше. Открывая под ним воронку в галактическое дро, и шарик уходит на переработку. Маленький был, да? Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. На все убрали. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честный. Подхожу к Виталию, помогая моей энергией отстегнуть ему все каналы на счет. Три, один, два, три. О, да. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое дро, каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все все забрали, проверку прошли. Арахноид. Ты больше никогда не подойдешь к этому человеку, так как мы будем проверять его биопулю. Если я тебя встречу, будут и большие неприятности. Тебе это понятно? Да, понятно ему. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь ни в этот дом, ни к этому человеку. Слово синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что он принес и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Джин. Я думаю, пришло новое время в твоей жизни. Тебе придется найти нового, кому ты перейдешь. Я надеюсь, в этот раз будет тот человек, который действительно жадный до денег, и который тебя ждет и просит, чтобы ты пришел, а не те люди, которые тебя не ждут. Тебе это понятно? Я энергии тратил больше, чем он. Мне это понятно. Ну, значит, тогда ты сам понял бессмысленность этой ситуации. Готов уходить? Готов. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте G на 1, 2, 3. И Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая печаты, растворяя. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую. Посмотри, пожалуйста, гуманоид 7 лет с Нибиру. Конструкция 1% души уже забрали. Конструкция в клетке. Заберем на проверку конструкцию, уничтожить. Благодарю. Под конструкцией открывается воронка в галактическое ядро. Конструкция уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Есть. Хорошо. Забрали? Еще секунду. Да. Хорошо. Идем дальше. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Душа живая, душа развиваться хочет. Отлично. Готово. Хорошо, Виталий. Мы закончили Вашу чистку. Как Вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Если нижние энергии мне знакомы, то верхние сейчас вибрируют. Немножко привыкнуть мне нужно к ним. Сбалансировано себя чувствую, гармонично. Новые вибрации вокруг меня. Вы провели сейчас процесс сами. Заправки энергии и подъемы вибрации, синхронизации, гармонизации этих энергий. Тоже Вы участвовали в этом процессе. Вы знаете теперь, как это делать. Кроме того, мы показывали Вам, как выдавливать из себя внутренним белым светом шар с негативом. Его нужно выдавливать, его нужно визуализировать, как он зависает перед Вами. После этого избавляться от него, сбрасывая в галактическое ядро, открыв его сначала, потом сбросить и закрыть обязательно это ядро. Все. Это делается вечером, заправка энергиями по утрам. Вы всегда будете защищены. Плюс Меркаба. Вы должны ее уметь визуализировать и понимать, как она работает, куда она крутится. Эти все нюансы защищают Ваши тонкие тела, Вашу душу. Как видите, интерференты вошли спокойно в Ваше биополе. Сейчас их нет. Сделайте выводы.